Мы всегда относились к американскому государству как к сильному, хорошо организованному государству, которое народ обладает высокой культурой. Вот приехали мы в ваш город. Здесь сливки труда, искусство, театрального искусства. В этом городе живет. У вас называют кинозвезды. У нас тоже понятие одно, но название несколько другое. Но не в этом суть. И вот представьте такое положение. Я советский человек, премьер-министр, приехавший к вам в гости. Когда я ехал сюда, мне наметили маршрут. Что я в вас посмотрю? С кем я встречусь? А сейчас мне подошли и сказали, нет, вы, говорит, в такой-то городок поехать не можете. Как называется оно? Я говорю, почему? Может быть там теперь ракетная площадка создана? По запуску ракет? Я не знаю, да. Мне говорят, видите, ехать вам нельзя туда потому, что мы, вот послушайте, послушайте, что, говорит, мы, то есть американские власти не могут, если я туда поеду, гарантировать мою безопасность. Что у вас там? Холера, что ли, развелась, понимаете? Или что там, понимаете? Чума, что ли, что я могу заразиться? Или бандиты захватили, которые могут меня уничтожить там? Так у вас такие полицейские молодцы, знаете, он быка поднимет, понимаете, за рога. А с бандитами они могут справиться? Я говорю, я очень хотел бы посмотреть. Я говорю, что я очень хотел бы поехать и посмотреть. Мы тогда... Мы тогда не гарантируем вашей безопасности. Ну, что же, я должен пойти на самоубийство? Вот мое положение, гостя вашего. Это непостижимо для моего понимания. Это я не могу объяснить своему народу. Приезжайте к нам. Я поеду сам лично, если хотите. Вдвоем поедем с кем угодно. Я вам гарантирую, кроме уважения и почтения, иностранный гость ничего не услышит и не увидит. Что же я могу сказать? Я считал, что у вас организованное хозяйство, что если я приезжаю, так моя безопасность не будет заключаться не в том, что меня посадят, понимаете, в какую-нибудь закрытую машину и будут там парить так под лучами, понимаете, вашего, понимаете, солнца, вы парить, понимаете, все соки. Я думал, что я здесь буду свободно ходить среди свободного американского народа. А мне говорят, нет, извольте, там, если пойдете, сами за свою жизнь отвечайте. Мы не отвечаем. Я считаю, это очень у меня вызывает горькое сожаление. И я не могу не выразить своего огорчения. Вы скажете, что за беспокойный гость? Я придерживаюсь правила русского. Хлеб, соль ешь, а правду режь. И это не должно нарушать наших дружеских отношений. Я очень извиняюсь, что я несколько запальчиво, горячо выступал. Но эта температура ваша тоже способствует в какой-то степени. Кроме того, меня подогрел мой друг. И также мой парень здесь warmed меня Субтитры сделал DimaTorzok